Если что-то иное решает, какой ты, очевидно, что ты существо. Ты не сущность. Когда вас мучают, секунда длится слишком долго. Когда вы... Тогда и всей жизни мало. Садгуру, у тебя-то все хорошо, поэтому ты так говоришь. Ты не знаешь моего мужа, мою жену, мою свекровь, моего босса. Я думаю, что сейчас они не с вами. Возможно, кто-то и застрял с ними в карантине. Я хочу, чтобы вы поняли, дело не в них. Люди бывают разными. Я знаком с такими людьми. Я видел достаточно таких людей. Для меня это не ново. Люди, которые ведут себя гадко, делают всякие гадости, они не новые для меня. И они не щадили меня. После стольких лет, возможно, есть какая-то дистанция. Но в остальном я встречал на своем пути самых разных гадких людей. Просто я не позволял их гадостей повлиять на меня. Вот и все. Я пытался повлиять на них моим блаженством. С кем-то получилось, с кем-то нет. Но я не позволил им повлиять на меня их злобой. Вот и все. Выбор только таков. И он есть и у вас тоже. Бывают приятные ситуации, бывают неприятные. Иногда случаются ужасные ситуации. Будете ли вы сами определять в какой-то степени природу ситуации, в которую попадаете? Или же позволите ситуациям определять природу того, кем вы являетесь? Этот вопрос стоит перед каждой человеческой сущностью. Иначе мы уберем сущность и будем называть вас просто существом. Потому что это подходящее название для вас. Если что-то иное решает, какой ты, очевидно, что ты существо. Ты не сущность. Как взять под контроль гнев и негативные эмоции? Зачем вам подчинять их? Обычно вы хотите подчинить только то, что имеет для вас значение. Не так ли? Разве вы хотите подчинить что-то, что для вас ничего не значит? Зачем вам утруждать себя покорением чего-то, если для вас это ничего не значит? Вы хотели бы покорить пустыню или богатые земли? Богатые земли? Если бы вы были королем, вы хотели бы захватить богатое королевство. Вы бы не захотели отправляться на покорение пустыни. Не так ли? Так зачем же брать под контроль то, чего вы не хотите? Я знаю, я понимаю. Для начала отбросьте эту идею о покорении и контроле. Сейчас вы испытываете гнев? Нет. Тогда зачем вам брать под контроль гнев, если его даже не существует? Как можно контролировать то, чего даже не существует? Иногда вы можете разозлиться. Не так ли? Почему вы злитесь? Потому что внезапно ваше тело, ваш ум и ваши энергии начинают вести себя не так, как вы хотите. Внезапно они начинают действовать по-своему. Вот что такое гнев. Не так ли? Так что гнев не присутствует в вас постоянно. Пытаться покорить то, чего не существует. Это пустая трата сил. Иногда ваш ум может стать неприятным. Одна из этих неприятных форм называется гневом. Или другими словами. Иногда вы становитесь неприятными. Одну неприятную форму мы называем гневом. Другие неприятные формы мы называем другими именами. Возьмем гнев как пример. Зачем кому-то приводить себя в неприятное состояние? Зачем? В мире и так хватает неприятных вещей. Зачем же и вам становиться неприятными? Сейчас вы ведете себя по-детски. Если ситуации вокруг вас неприятны, вы тоже становитесь неприятными. Но скажите мне, разве это разумно? Если вы находитесь в неприятной ситуации, разве не становится еще более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Да? Разве это не приобретает еще большее значение? Но сейчас вы ведете себя словно ребенок. Если ситуация становится неприятной, то вы делаете и все внутри себя ужасно неприятным. Это неразумно. Не так ли? Где-то внутри нас мы отказываемся применять нашу разумность. Я не говорю вам, не надо злиться. Дело ваше. Если это приятное переживание, тогда злитесь на здоровье. Но обычно, когда вы злитесь, вы страдаете больше, чем ваша жертва. Не так ли? Да? В чем же смысл? Зачем создавать для себя неприятные ощущения? В мире и без того достаточно неприятного. Чем бы вы ни занимались, тут и там вы будете вляпываться во что-то неприятное. Не так ли? Не так ли? Как бы вы ни пытались избежать этого, где-то вы обязательно столкнетесь с чем-то неприятным. А разве есть необходимость производить свое собственное неприятное ощущение? Разве такая необходимость существует? Нет. Тогда почему вы создаете то, чего не хотите? Почему вы создаете для себя неприятные ощущения? Просто вы не знаете, что вы с собой делаете. Это единственная причина. Не так ли? Вы пытаетесь жить абсолютно неосознанно. Сделать его что? Попробуйте доехать домой на своей машине с закрытыми глазами. Не исключено, что вы даже доедете до места назначения. Возможно, по дороге вас обьете несколько человек, но все же доедете. Но попробуйте так ездить несколько дней подряд. Вы даже пару дней не проживете. Не так ли? Вы пытаетесь заботиться о своем благополучии, закрыв глаза. Так вы не придете к благополучию, что бы вы ни делали. Им нужно заниматься с открытыми глазами. Зовите мне хотя бы один из этапов жизни, которым люди наслаждаются. Бедные страдают от своей бедности. Богатые страдают от налогов. Необразованные страдают от своей необразованности. Если отправить их на учебу, невероятные страдания. Вот о чем сейчас говорили. Давление в бизнес-школе. Те, кто не женаты, страдают. Стоит им жениться или выйти замуж. Я ничего не сказал. Они говорят это. Нет детей, страдают. Дайте им детей. Постоянное страдание. О чем ты сейчас и говоришь. Назовите мне хотя бы что-то одно в отношении чего люди не страдают. Они страдают от всего. И поэтому придумывают такую философию. Жизнь это страдание. И придумывают решение. В страдании нет ничего плохого. Если вы много страдаете здесь, вы попадете в другое место, где все будет прекрасно. Ты слышала про рай? Но сама там не бывала, да? Нет. Рай. Рай – это самое замечательное место. Мы страдаем здесь потому, что там все прекрасно. Ну скажите мне, есть ли у вас какие-либо доказательства того, что вы уже не в раю и что вы сами все не портите? Есть ли у вас какие-либо доказательства того, что вы уже не в раю и не портите все? Просто выйдите, посмотрите. Я думаю, это очень даже похоже на рай. Это бизнес-школа. Может быть, вы сами здесь все портите. Посмотрите на эту планету. Из-за пределов Солнечной системы. На эту планету и на все другие планеты. Они похожи на рай? Итак, вы уже в раю и все здесь испортили. И теперь хотите отправиться в другой рай, потому что вы устроили здесь такой беспорядок. Так что люди испытывают стресс не из-за того, что у них есть дети. Если у них нет детей, они постоянно несчастны. Появляются дети, небольшие всплески радости, но в целом все только жалуются и страдают. Так что дело не в детях, не в браке, не в бизнес-школе и не в работе. Просто люди не разобрались, как управляться собой. Вот и все. Что бы вы с ними ни сделали, всегда будет что-то. Дайте им то, что они хотят, сделать их королями. Они все равно будут несчастны. Да? Да или нет? Люди выросли до очень высоких позиций, но по-прежнему несчастны. Так что это происходит не из-за какой-то ситуации и, определенно, не из-за такой прекрасной девочки, как ты. Они не разобрались, потому что, начиная с детского сада, они думали о том, кто первый, кто второй. Вчера я посещал свою школу. Я вернулся в свою школу спустя 45 лет. Как вы думаете, как это ощущается? Я пришел туда и просто рассказал им о своем школьном опыте. Когда я ходил в школу, знаете эти ежемесячные табели успеваемости? Когда раздают эти карточки, когда учитель раздает их ученикам, некоторые, посмотрев на нее, начинают задирать нос, потому что они первые, вторые, неважно. Некоторые сидят в углу и плачут, потому что им не нравятся полученные ими цифры. Ни разу за все мое обучение в школе я не открыл табель успеваемости. Когда они давали его мне, я брал его и отдавал своему отцу. Он просто взрывался. Я не мог понять, почему. Это же просто табель успеваемости. Я никогда не открывал его, чтобы посмотреть, что там, потому что думал, что это транзакция между учителем и моим отцом. Я в этом вообще не был заинтересован. Но я всегда видел реакцию отца. Мой отец — это очень умный человек с хорошим образованием. Но это его беспокоило. Три дня он был словно извергающийся вулкан. Глядя на эту желтую карточку, они всегда давали табель на бумаге желтого цвета. Они по-прежнему желтые. Поэтому меня всегда удивляло, что на три дня он входил в это вулканическое состояние. Почему я говорю об этом? Мы сами установили такой порядок вещей. Мы не можем внезапно изменить всю систему завтра утром. Но мы можем изменить себя, то, как мы справляемся с этим. Не так ли? Почему так важно быть впереди кого-то? Почему? Почему это так важно? Разве не важно, чтобы ваша жизнь была красивой? Что важно? Чтобы вы были радостными, замечательными, полностью раскрыли свой потенциал? Или чтобы вы были лучше, чем кто-то рядом с вами? Если тот, кто сидит рядом с вами, это кусок навоза, вы будете немного лучшим навозом. Да? Жизнь не должна становиться такой. Так что не вините себя за чьи-то страдания. Эти люди такие. Они тренировались. Многие стали ветеранами страдания. Потому что это переходный период перед тем, как отправиться в ад. Акклиматизация. Они хотят причинить себе настолько глубокие страдания, что даже если бросить их в ад, это будет ощущаться прекрасно. Никогда не обвиняй себя в чьем-то страдании. Хорошо? Ничего. Что поделаешь? Это личный выбор. Да или нет? Что мы можем сделать, находясь снаружи? Что я могу сделать с тобой? Я могу создать для тебя либо легкую ситуацию, либо сложную. Страдания — это твое дело. Не так ли? Да или нет? Страдания — это твое дело. Либо ты можешь быть трудным ребенком для своих родителей. Я бы хотел, чтобы ты была такой. Иначе они станут, как рисовая каша. Ты должна быть немного сложной для них. А наслаждаться ли испытанием или страдать от него, оставьте этот выбор за ними. Ничего, что я... Потому что... Я вижу, что не имеет значения, сколько приготовлений вы делаете. Те, кто страдает, все равно будут страдать. Не так ли? Просто посмотрите на западные страны в качестве примера. То, о чем все мечтают, или о чем люди даже и не осмеливаются мечтать здесь, все это есть у среднего американца. Вы думаете, что их всех разрывает от радости? Были сделаны все возможные приготовления. Думаете, они лопаются от радости? Нет. Одно страдание. 42% населения старше 45 лет принимают препараты по предписанию психиатра. Так что определенно это не радость. Они не справляются даже с психическим здоровьем, потому что невозможно улучшить эту жизнь, просто делать что-то снаружи. Очень важно, чтобы вы были подготовлены внутри. Ваша личность это структуру, которую построили вы, маска, которую вы создали, и теперь не можете ее снять. Это ужасная жизнь. Если вы не можете снять ее, какой тогда смысл? То, что вы надеваете, вы должны быть в состоянии снять тогда, когда захотите. В противном случае вы запутаны, и поэтому во многих отношениях становитесь калекой. Если сейчас вы не можете снять маску из-за того, что этого требует закон, это другое дело. Но если вы не можете снять ее, вы не видите ничего таким, как оно есть. Однажды Шанкаран Пилай работал в горах, в Химачал Прадеши. Ему из Чинайи позвонила его жена и спросила, как там погода? Он ответил, не знаю, ничего не видно, все в тумане. Здесь то же самое. Когда вокруг туман, когда вы тумане собственной личности, вы не видите ничего таким, как оно есть. Мукти означает только то, что вы развеяли свой туман. Теперь вы можете видеть все таким, как оно есть. Теперь эта жизнь свободна. Теперь вы можете решать, что с ней делать. Сейчас вы не можете решить, что с этим делать, потому что это старая информация, старое программное обеспечение определяет, куда вы идете. Пытаться быть нравственно хорошим. Возьмем, к примеру, ваших детей. Вы добры к ним настолько, насколько можете быть. Вы добры к ним из-за нравственности. Кто-то сказал вам, вы не должны убивать своих детей. Вы поэтому не убиваете их. Вы хорошо относитесь к своим детям и не убиваете их, потому что кто-то сказал вам, что это является высоконравственным. Это так? Так почему же вы настолько добры к ним? Почему вы любите их? Почему не кого-то еще? Почему они ваши дети? потому что в некотором смысле вы видите их как часть себя. Не так ли? Вы видите их как часть себя. Хоть они вырастают и иногда становятся вашими врагами, в некоторой степени вы по-прежнему видите их частью себя. Вы способны воспринимать их за пределами всей их чепухи, их проблем и прочего, и быть с ними несмотря на все это. Не так ли? Просто потому, что видите их как часть себя. Да? В этом все дело. Не так ли? То есть, когда дело касается того, что вы воспринимаете как часть себя, вам, очевидно, не нужна нравственность. Не так ли? Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что, если вы упустите этот шаг, нам придется возвращаться к этому снова. Итак, вам не нужна нравственность с тем, что вы воспринимаете как часть себя. Это так? Вам не нужно пытаться быть хорошими. Нравственность означает, что вы пытаетесь быть хорошими. Не так ли? Йога означает воспринимать все как часть себя. Представьте, что вы родили ребенка. И такое случается. А в больнице перепутали детей, и вам отдали другого. Вы растите этого ребенка, веря, что он ваш, хотя на самом деле биологически он не является вашим. И вы любите его не меньше собственного. Не так ли? Разве вы меньше заботитесь о таком ребенке? Вашего ДНК в нем нет. Но вы ведь его любите. и так сделать это позволяет ваше желание включить в себя другого человека. Дело не в том, что он произошел от вашего тела. Это становится возможным из-за вашего желания и готовности. Не так ли? Если вы более разумны, то, может быть, вы усыновили ребенка и любите его как своего. Вы же не родили свою жену или своего мужа. Их родил кто-то другой. Обычно мужья рождены этой ужасной женщиной, которую называют свекровью. Но вы же любите этого мужчину. Не так ли? Это просто вопрос вашей готовности и открытости. Если вы захотите, то можете воспринимать все как часть себя. Когда вы воспринимаете все как часть себя, вам не нужна нравственность. Когда вам известна пошлость разделения на то, кем вы являетесь, а кем не являетесь, только тогда вам нужна нравственность. В противном случае в ней нет необходимости. Зачем человеку, который ощущает всех как часть себя, нужна нравственность? Используя мораль, вы только пытаетесь быть хорошими. Но вы никогда не станете хорошими. Пожалуйста, задумайтесь. Вы можете удержать свои руки, но вы не сможете удержать свои мысли. Не так ли? Сможете. Вы сможете удержать физическое тело, но можете ли вы удержать свой ум? Он отправляется куда угодно и делает, что захочет. У вас возникает приятное ощущение. И вы говорите, я это обожаю. Поместим это в коробку с любимым. И навсегда кладет это в коробку с любимым. Вы ощущаете что-то неприятное. И говорите, ненавижу это. Поместим в коробку с ненавистным. И кладет это туда навсегда. Когда вы любите и ненавидите, тянетесь к чему-то или отвращаетесь, желаете или не желаете, ваша карма растет. Чем сильнее ваши симпатии и антипатии, тем сильнее и болезненнее становится ваша карма. Вам это знакомо? Если у вас есть стойкое чувство симпатии и антипатии, страдания бывают такими же насыщенными. Чем сильнее вы заключены в этих симпатиях и антипатиях, желаниях и нежеланиях, тягах и отвращениях, тем более быстрыми темпами растет карма. Внутри вас выстраиваются механизмы привязки. Если же возникает ощущение, а вы невозвантимы, вы просто переживаете это ощущение таким, как оно есть. Не то, чтобы вам это нравилось или не нравилось, а вы просто его проживаете. Потому что когда вам что-то нравится, вы это искажаете. Когда вам что-то не нравится, вы это искажаете. Вы просто ощущаете это на опыте. И тогда вся карма, связанная с подобными ощущениями в прошлом, начнет рушиться внутри вас. Так что если сохранять такое беспристрастное состояние ума, ваша карма начнет разрушаться. Когда же ваш ум бывает беспристрастным? Когда вы принимаете то, что есть здесь и сейчас, ваш ум беспристрастен, не так ли? И нет такого, что вам это нравится или не нравится. Вы все переживаете таким, как оно есть. Вы сказали мне, что пришли сюда, чтобы проживать жизнь, а не искажать ее или избегать, не уклоняться от жизни, а проживать ее. Если вы хотите проживать жизнь, ваш ум должен быть беспристрастным, только тогда вы испытаете все таким, как оно есть. Жизнь может быть постоянно самой разной на вкус, но не будет того, что вам что-то нравится или не нравится. Вы просто наслаждаетесь разными оттенками вкуса и жизненной атмосферы. Вот почему вы здесь. Это так? Вы здесь для того, чтобы впитать и прожить как можно больше жизни до того, как вы упадете заметно.